здравствуйте друзья сегодня у нас на обзоре нож от компании benchmade модель 741 on slot и нож поставляется в традиционной коробке ничего в ней особенно нового нет на стикере мы видим название модели внутри мешочек гарантийник все как обычно давайте теперь смотреть на сам нож вот такой вот гигант да иначе не скажешь он просто огромен до такой необычный форм-фактор для складных ножей такой длиной практически 25 сантиметров да если бы точным 24 с половиной сантиметра в разложенном состоянии это почти что сабля такая мини сабля или практически уже и сабля наверное раскладная то есть огромный нож но при этом нож не грубый давайте смотреть на него поближе и так первое что просто реально бросается в глаза это вот это огромная клипса ну дизайн прямо скажем очень необычный да одно то что вот такой вот металлический скажем так его ее сегмент занимает значительную часть на рукояти здесь на трех винтах она держится отверстие под темлячок клипса у нас идет одна позиционная дает на тип даун и вот она такая мощная широкая на брюках сидит в принципе ну нормально другой вопрос что насколько вот такой вот нож удобно носить на брюках все-таки он большой и возможно его носить прошли в кармане сумки как-то иначе люди разные носят ножи и гораздо больше и тут говорится дело вкуса я выражаю свое мнение так давайте смотреть что там дальше у нас идет также но рукоят собрана из точнее на вот этих вот двух винтах небольших есть точнее не двух а даже трех и осевой винт мы видим здесь плашки выполнены из такой вот g10 черного цвета 3d обработка да вот эти выемки под парец метизы покрашены в черный цвет axis также черный цвет до замочек здесь axis традиционной для компании бенчмейт дизайнер данного ножа многим известный очень классный дизайнер но к сожалению ныне покойный боб люм от его ножи узнаваемые его ножи очень классные мне очень нравятся его дизайны такие смелые решения и при этом очень эффективны и всегда не такие скажем так выделяются своей тонкостью лаконичностью нет таких у прямо грубых конкретных брутальных форм даже если нож большой вот как этот то все равно в нем есть какая-то филигранность элегантность присутствует далее с этой стороны мы видим винты вот этот вот выступ вы фрезерован точнее не выступ да вот такой полу пас скажем так для чего он сделан для того чтобы производитель заявляет чтобы вытаскивать но нож сидит на кармане большим пальцем мы берем его нам удобнее будет вытащить данный нож ну то есть такая вот вроде бы незначительная опция но это очень радует что производитель подумал и об этом спейсер черного цвета вот такой пластиковый стоит защищает нож у нас падание грязи ну в принципе эстетически он такой плавненький слегка выступает надо рукоятью и в принципе такой удобный да мы видим сразу что за счет этого утолщения у нас толщины плашек разные по сути на полет это никак не влияет просто вот такая особенность давайте откроем нож вот такой вот он красавец огромный красавец клинок у нас практически 11 сантиметров спуске прямые клиновидные ну по сути можно сказать что от обуха потому что обух тут специфический вот такой вот огромный я не знаю как рок или как плавник вот такой вот выносной фальшь очень интересный да практически значение может никакой не имеет но какое эстетическое значение он имеет вы видите сами подводы тоненькие равномерные по всей длине да у нас здесь возле отверстия нужно столько блестит давайте вот так вот наверное здесь будет удобнее логотипчик бенчмейда мы видим с обратной стороны мы видим давайте сфокусируемся вот клеймо bobo luma патенты здесь то что у нас вы клинок выполнен из стали 154 7 твердость 58 59 единиц на покрытие клинка с такой stone wash да небольшой хотя в принципе так под определенным углом смотреть мы уже видим и сотенчик вот сейчас вот это хорошо заметно сидение очень тонкая то есть нож жутко резучий жутко резучий при этом большой то есть надо сразу понимать что да вот нож большой но какие-то грубые работаем делать что-то подрубывать вы стругивать я не знаю ну это было бы точно уже не целевое его использование все-таки это скажем так большущий резак это надо понимать теперь механики ножа механика супер плавная да вот обеспечивается нашим замку максис лог мало того что замок надежный но еще очень плавный вход клинка то есть если мы его так подтягиваем очень легко открывается не закрывается и открывается очень и динамически по сути по всякому нож с прекраснейшей механикой это стоит сразу понимать теперь что касаемо удобства удержания вот такая вот у него идет пистолетная рукоять очень удобные хваты как вот такой прямой даже если мы перехватываемся немножко сюда в принципе и у нас есть запас большого пальца перенести вот на данную грань ножа очень удобно для каких-то таких вот строгательных до возможно работать и что-то не очень твердое строгать да вот это очень удобно вот таким вот хватом все лаконично все продумано нож удерживается очень удобно другой вопрос его размер все-таки но я себя представляю хозяина такого ножа наверное такого мужчину да не хрупкого не маленького такого крепкого парня да возможно даже наверное какой-то большой такой машине пикапе ровнить ford f50 или что-то в этом роде toyota tundra например и вот он с вот таким вот большим фолдером но это так чистая мыслью стереотипами все-таки реально такие ножи большие видишь не каждый день тем более на в исполнении от бенчмейда я сам пользуюсь скажем так младшим братом этого ножа до 40 740 шестым бенчем это меня слот вот таким вот для меня он куда удобнее все-таки по компактнее поменьше это все-таки гигант это надо сразу понимать их то есть если вы собираетесь каким-то образом приобрести данный нож учитывайте что нож на фотографиях смотрится гораздо меньше чем он по факту это я вот на себе испытал и могу вас в этом уверить что касаемо габаритов давайте вот так вот сверим вот он даже у меня весь в кадр не влазит по сути на коврик на этот вот наша парамиля ну посмотрите насколько он ее скажем так съедает нож сверхгабаритный но в этом его и прелесть очень интересный немаленький нож теперь перейдем к весу да вот казалось бы он такой огромный должен весить чуть ли не 300 грамм но по факту хорошо что он не весит эти самые 300 а весит вот так вот он не весит даже 200 а это большой плюс внутри облегченные лайнеры если не слишком толстый клинок обеспечивает нам в принципе комфортный вес при значительных габаритах ножа нож безусловно заслуживает внимание мне он очень нравится ну пользоваться им лично я для себя не ведь не вижу да скажем так той области в которой я бы смог его комфортно применять все-таки он да не маленький но жутко интересный как коллекционный экспонат да это было бы очень здорово иметь такой нож принципе он дальше и достаточно редкие на сегодняшний день всем спасибо за просмотр надеюсь вам было интересно подписывайтесь на канал ставьте лайки и всего хорошего